В литейном цехе скульптора Сергея Сережина кипит работа. Разложены готовые фрагменты памятника. Это кусок камня, на котором сидит алипия, рядом листы бумаги, блокнот и кисти с той стороны. Это все из этих кусков, сейчас это литниковая система, которая будет отпиливаться. Все это будет зачищаться и собираться в единую композицию. То есть вот так скульптура отливается. А это все отпиливается, это лишнее. Кисти и бумага на камне не случайны, ведь архимандрит Алипий в миру Иван Воронов был художником, коллекционером, строителем, воином, а не только настоятелем Псково-Печорского монастыря. Но вернемся к рабочему процессу в цеху. Отлитые фрагменты, как корнями, опутаны литниковой системой. Здесь кусок большой, и поэтому литников много. И лили его, то есть можно лить кусок вертикально, можно горизонтально. Так этот кусок отлит горизонтально, его надо было запитать вот таким образом. Вот если вы посмотрите, там куски, они все залиты простой литниковой системой, так скажем, в прямую это называется. А здесь это называется сифон, принцип литья. Вот, собственно, то есть все от размера зависит. Чем больше кусок, тем больше питателей. Как вода течет, так же металл течет, он жидкий и падает. Вот, и по большому счету, наверное, внутреннее чутье как лучше сделать. Смотришь на изделие, ну, представляешь, как металл льется, как попадают куда-то, какие заглубления. И вот по этой формуле, как бы, ну, зам придумываешь, смотришь. Именно Алексей, как литейщик, решает, на сколько частей придется разделить скульптуру, чтобы можно было ее отлить. И он же собирает отлитые фрагменты воедино. Сами формы изготавливают из кварцевого песка. Он держится на специальной клеевой смеси – карбидафурановой смоле. Вот, собственно, песок, из которого делается литейная форма. Это очень мелкий кварцевый песок. То есть, даже на пляже вы такой не найдете. Вот, только у нас в литейке. Какие температуры он выдерживает? Ну, бронза – 1200 градусов. Ну, вообще, в этот песок льют и чугун. То есть, я думаю, что 1600, наверное, спокойно может быть, а может даже и больше. На памятник Алипио потребовалось 10 тонн песка. Причем материал этот одноразового применения. Сделали форму, отлили, выбросили. А вот еще один интересный момент рабочего процесса. Это разбирают восковую модель, то есть, заформованная восковая модель. Сейчас она разбирается. Воск оттуда у нас вытаскивается, проработанный. Потом вся форма красится противопригарной краской, прорезаются литники, она собирается. И потом обтягивается цепью, замазывается смесью опять песочной и заливается. Как раз вот эта толщина воска, она нам дает толщину литья. То есть, где-то там 5-6 миллиметров приблизительно. То есть, сама скульптура, она не толстостенная, в принципе? Ну, максимум, где-то в некоторых местах, может, 7 миллиметров. Но, в принципе, по технологии 6-5-7 миллиметров толщина литья. Разбирается форма почти всегда с применением силы. И Сергей Боков решил тоже поучаствовать, разделить форму на составные части. Иногда достаточно одного точного удара. После удаления воска формы собирают и устанавливают по центру цеха. Это у нас самая ответственная форма. Ну, у нас нет здесь, так скажем, неответственных. Все ответственные, но это портрет Олипия. То есть, здесь вот в этой форме заформован его портретный образ. Где-то на одну форму уходит примерно, ну, чтобы изготовить литейную форму, где-то тонна песка кварцевого. Ну, это здесь, вы видите, подгрузы, то есть, чтобы крышку не сняло, когда туда заливается. Ну, собственно, вкратце все. Заливаться будем вот сюда, в горловину. Закрываем горловину для того, чтобы туда не попал мусор перед литьем. Классический металл для изготовления скульптуры ОЦС марка. Три пятерки называется. То есть, олова, цинк, свинец, три пятерки. Собственно, из нее мы и льем. Вот, то есть, не только эта скульптура, а вообще все скульптуры. Ну, он обладает просто какими-то свойствами. Он красноватого цвета, достаточно легко обрабатывается и тонируется. И сваривается, соответственно, тоже. Вот, а льется все. Вот эта печь, печь сопротивления. Там стоит тигель. У нас он 400-килограммовый. Ну, вот, собственно, из такого тигля, но чуть попозже вы увидите, как его достают из печи и заливают бронзу в форму. Пока металл плавится, полным ходом идут другие работы. Собирают готовые формы, монтируют отлитые фрагменты. Камень, на котором сидит олипий, состоит из нескольких частей. Пока сваривали, пришло время открывать печь. Два литейщика облачаются в специальную одежду. Жарко, 1200 градусов, поэтому приходится утепляться. Поначалу очень страшно, а потом привыкаешь. Без термозащитной одежды у печи делать нечего. Жар ощущается даже на относительно безопасном расстоянии. Прежде чем заливать, необходимо снять шлак, не сгоревшие примеси. Над тиглем тут же появляется завихрение горячего воздуха, как мини-смерч. И вот приближается ответственный момент заливки. Сразу же залили вторую форму и вновь очередная плавка. У всех небольшой перерыв, а мы беседуем со скульптором. Сергей Сережин в своем творчестве отмечает два судьбоносных памятника. Сергию Радонежскому в кашире для храма Никола Ратного и сейчас памятник настоятелю Псково-Печорского монастыря Алипию. Сергей Радонежский и Алипий, они для меня являются, ну так скажем, чем-то они для меня похожи. То есть они оба сподвижника, но Сергей Радонежский, естественно, он более известная личность для нас всех. То есть он и святой, и он объединитель русских земель, и он вообще покровитель города Сергея Посада. И он, в общем-то, наверное, один из основных святых в России, который один из самых почитаемых. А Алипий обладал тоже многими талантами, ну, мне кажется, которые тоже были свойственны Сергею Радонежскому. То есть он был и живописец, и строитель, воин, то есть он прошел всю войну. И он обладал организационными способностями, собственно, почему он, он уже здесь 10 лет провел в лавре, восстанавливал ее. И поэтому, собственно, из-за того, что у него удачно все получалось, его направили в Псково-Печорский монастырь. Потому что он тоже был в полном, ну, забытии, разрухе. И он его буквально за 5 лет возродил из пепла. Поэтому для меня эти люди, они, так скажем, стоят в одном ряду. То есть я даже отношусь к ним не как к святым, а как, ну, знаете, настоящие русские мужики. То есть которые могут вот взять и все сделать, и все в руках у них горит. Прошел час. Металл наполовину остыл, и можно начинать разбирать форму. Температура металла все еще достаточно высокая, около 500 градусов. Поэтому идет дымок. Самая ответственная деталь скульптуры – лик почти готова. Сразу же зачистили щетками от обгоревшего песка. В скульптуре лицо, в данном случае лик, мы его называем здесь, ответственны. Потому что если лицо не похоже или там какой-то брак, то это ставит под сомнение всю нашу работу скульптурную. Так как лицо получилось удачно, то есть все литье прошло на 5, я считаю. Но там есть какие-то недочеты в виде сейчас шва, который уберется там в процессе обработки. Это естественно. А так, в общем, литье на пятерку. То есть все хорошо. Творческая работа. Интересно. Как бы каждая фигура, когда собирается, каждая фигура, как бы она рождается заново в твоих руках. Смотришь, когда она превращается из гипса, из воска, а уже в металл, в цельнометаллическую конструкцию. И все-таки как бы гордость за себя, что, допустим, к этому памятнику прикасалась твоя рука, когда ты его восстанавливал, ремонтировал там или изготавливал заново в сновье. Ну вот все знают, что такое песочные часы. Есть поговорка. Как в песок. Уходят мысли, вода. Но сегодня мы здесь убедились в обратном, что с помощью песка на свет появляются вот такие шедевры. И мне хочется, конечно, поблагодарить Сергея Сережина и его замечательных коллег, ребят, которые сегодня разрешили нам тоже принять участие в новом, я скажу теперь смело, историческом событии, появлении на свет святого Олипия. Пусть он не святой, как святой, а есть у Тихона Шевкунова книга «Не святые, святые». Так вот, Олипий, архимандрит, настоятель Псково-Печорского монастыря был интереснейшим, замечательным человеком. Но самое основное, что меня еще притягивает в нем, что он более 10 лет трудился в нашей лавре по восстановлению фресок, вообще по ее реставрации. Поэтому, конечно, непосредственно с ним, у города связана своя история, с этим человеком. Работа в литейном цеху всегда напряженная, творческая и тяжелая физически одновременно. Но, несмотря на постоянный шум и запах горячего металла, под самой крышей поселились ласточки. Так что Сергей Сережин уже подумывает дать мастерской название «Ласточки на гнездо». В течение дня были отлиты все фрагменты и продолжилась сборка памятника архимандриту Олипию. Вот так рождаются в огне и песке уникальные творения. Как и птенцы в ласточкином гнезде, они ненадолго задержатся в цеху и разлетятся, разъедутся по всей России. Субтитры создавал DimaTorzok